В Белгородской области в зону повышенного внимания входит еще один летний вид спорта. Пляжный футбол демонстрирует в нашем регионе многообещающие перспективы. Что заинтересовало главного тренера сборной России по этому виду спорта? Он посетил игры открытого кубка Белгородской области по пляжному футболу, которые проходили в этот уикенд в селе Нижний Ольшанец. Мнение участников, организаторов и гостей турнира выяснял Олег Денисенко. Пляжный футбол, к которому совсем недавно в нашей стране относились как к заморской экзотике, и сейчас один из самых динамично развивающихся видов спорта. Тому подтверждение и звание чемпиона мира, которое наша сборная носит четвертый год, и взрывной интерес к этому виду спорта в регионах. Кубок Белгородской области не просто собрал 8 команд участников, систему подготовки, тренировочную базу и умения игроков на турнире оценивал тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев и его помощник Дмитрий Горин. Хороший праздник футбола, молодцы организаторы, что сумели в сжатые сроки так хорошо подготовиться, и прекрасный стадион, очень уютный, хорошая атмосфера, погода супер. В общем, все, что надо для хорошего пляжного футбола, здесь есть уже вопрос к футболистам. Много желания, много азарта, может быть, где-то мастерства не хватает, но все это придет, главное, чтобы с большим энтузиазмом они относились к этому процессу прекрасному, и мы, в свою очередь, очень рады присутствовать здесь. Белгородская федерация пляжного футбола только год, но с первых же выступлений белгородские спортсмены заявили о себе как напористая и амбициозная команда. Для реализации всех поставленных задач не хватало двух вещей – опыта и полноценных условий для проведения соревнований. Опыт дело наживное, а минувший турнир уже проходил на новом, отвечающем всем требованиям стадионе. В прошлом году была возможность провести подобные мероприятия, кубок и чемпионат. Данная площадка, на которой мы можем проводить теперь мероприятия и приглашать очень серьезных гостей, Данная площадка способна принимать уже какие-то российские соревнования на уровне России. Черноземья планируем проводить в этом году, этим же летом. Трудно понять, где и как за такой короткий срок наши ребята научились так ловко жонглировать мячом. Все дело в том, что сюда приходят люди не просто любящие футбол, а те, кто готов отдавать любимому занятию всего себя. И, как показывает практика, их в нашем регионе становится все больше. Для обычных пацанов, которые не смогли, возможно, в какой-то большой футбол заиграть, но нашли себя в пляжном футболе, интересно. Вы посмотрите на эти трибуны, люди приезжают, иностранцы, атмосфера, просто настроение, праздник. Даже футбол это как бы первостепенно для меня, естественно, для людей, естественно, это праздник. Они приходят отдохнуть семьями. По итогам соревнований победителем стал Белгородский легион. На втором месте Нижигаль, Шебекина, Стахановец из села Солоти Волойского района замкнул тройку лидеров. Олег Денисенко, Новости мира Велогорье.